Две семьи из Омской области через суд делят право называть дочерью восьмилетнюю девочку. Опекуны воспитывают ее с трех месяцев и считают родной, а биологическая мать все это время была в колонии. После освобождения требуют вернуть ребенка. История двух семей и одной маленькой девочки в сюжете Дмитрия Ковалева. Жила-была женщина и было у нее две девочки, родная дочь и падчерица. Герой любимой сказки маленькой Лены – родная дочь и падчерица. Наверное потому, что ее саму приемную дочь здесь в семье Энквист неродной никогда не считали. Опекунов девочка называет мамой и папой. Больше восьми лет она живет в этой семье. Ребенка Татьяна и Владимир Энквист забрали из тюремной больницы. Родная мать Елены была осуждена за убийство. И как только вышла на свободу, постаралась вернуть девочку. Не хочу я к ней ехать. Тут и все меня любят. Вова плачет, когда он узнал об этом, он меня приедет, заберет. Он плакал. Вара плакала. Сказали, мы тебя не отдадим никому. Это мой ребенок. Пусть я ее не родила. Я ее вырастила. Моя жизнь без нее ничего не значит. Ничего. Это если вот она у меня ее заберет. Понимаете, это ну все. Я не имею представления жить как дальше. Небольшой дом в поселке Подомском. Здесь живет родная мать Лены. После освобождения из колонии Надежда Абраменко устроилась на работу. Сейчас воспитывает еще одну свою дочь. Недавно специалисты органов опеки оценили условия для жизни еще одного ребенка. Женщина говорит, нареканий не возникло. Кроме того, она не отказывалась от дочери. Лишь просила знакомую семью воспитывать Лену, пока будет в заключении. Я ей говорила изначально, говорю, Таня, я буду забирать ребенка. Она должна была ее готовить. Потому что я не могу, понимаете, вот так вот взять, да, вот это мое, это я ее носила, я ее родила, понимаете. Я жила с этим семь лет, вот семь лет я жила, я ложилась и вставала с одной мыслью, чтобы мне вот семью свою наладить, что ребенок у меня там растет. Опекуны Елены хотят лишить ее мать родительских прав. Но оснований для этого по закону нет. Судимость, пусть даже за убийство, не лишает женщину возможности воспитывать свою дочь. Так как она находилась в местах лишения свободы, и никто не обращался в тот срок, пока гражданин отбывал наказание, ни с лишением родительских прав, ни с какими иными требованиями. Соответственно, оснований в данном случае, так как преступление не было совершено в отношении ребенка, соответственно, не принималось такого решения об ограничении, либо лишении родительских прав. Спор между двумя семьями, скорее всего, перейдет в судебное разбирательство. И опекуны, и родная мать уже обратились в полицию с заявлениями. Каждый требует признать право на ребенка за ними. При этом взрослые не общаются между собой. Маленькая Лена пока живет у опекунов, но ее со дня на день могут забрать к родной матери, которую она почти не знает. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск. Добавлю, что по требованию закона нам пришлось изменить имена героев сюжета.